...подписал еще в прошлом году. Представители народных республик в свою очередь настаивают на неупоснительном выполнении Минских соглашений. Мы обратились ко всем участникам этого процесса и к украинской стороне в первую очередь, с тем, чтобы в ближайшие дни найти точки соприкосновения и прийти к консенсусу по ключевым вопросам мирного разрешения конфликта. Очередная встреча у нас запланирована на 3-е число. Но мы готовы работать 3-го, готовы работать 4-го, 5-го, если понадобится, всю неделю готовы работать в Минске, если надо будет, если это будет продуктивно, готовы работать и дольше, но только с той целью, чтобы получить результат. О том, что произошло за пределами республики, расскажем далее коротко. Украина рискует получить еще один фронт в Ровенской области. Как заявил нардеп Каратель и координатор нацистского батальона «Киев-1» Валерий Дейдей, из-за передела сфер влияния в добыче янтаря регион оказался на грани войны. Мол, людей загоняют в угол и не оставляют им выбора. Если так пойдет и дальше, то мы получим новое ополчение, констатирует Каратель. Боевики Карательного нацистского полка «Азов» и футбольные фанаты заблокировали здание Государственной фискальной службы Украины. Неонацисты подогнали ко входу эвакуатор, полностью загородив проход. Перекрыты другие входы в здание. Как стало известно позже, боевики пришли митинговать в поддержку одной из сторон хозяйственного конфликта вокруг завода «АТЭК», где расположена одна из баз карателей. Украина уничтожит все русское в Крыму и на Донбассе. Близкий киевским властям политолог Сергей Датюк озвучил требования, при выполнении которых Украина согласится принять в свой состав Крым и Донбасс. По мысли автора, население этих областей должно ждать поражения в правах и жесткая украинизация, а также фильтрационные лагеря для нелояльных граждан.